Дикий. Ну давайте пойдем посмотрим, вроде есть у нас такая возможность. Ну а сейчас вы должны тоже подумать, как все это происходит и зачем это все делают власти. То есть я имею ввиду, по какой причине сделали так кощунственно, сделали так плохо и непрофессионально. Я не понимаю, по какой причине нельзя было вывести эти громадные валуны, кроме того не расчистить саму эту прибрежную полосу для того, чтобы было удобно людям не прыгать и просто купаться и так далее, ребят. Думайте сами, смотрите сами. Продолжаем. Ну сами видели, что там какие-то перья от чаек. Ну давайте просто посмотрим, вот какой-то белый парус. Селедка под водочку. Правда здесь водочки нет, просто селедочка. Овощной рагу или овощи, там что там было, куриный суп. 150 рублей 300 грамм, в принципе неплохо. Что это такое? Мангал настольный по 2000 рублей практически. Картошка фри, соусы фри 100 рублей за 120 грамм. Есть пицца, десерты, хачапури. Ну естественно, само собой коктейли и все такое. Но несмотря на это, посмотрите, цены вроде нормальные, а вот людей по какой-то причине нет. А здесь тоже только бухгалтера, и вот с той стороны кто-то есть. А заметили, на две урны, одна урна с цветами. Возможно, я замечаю только какие-то негативные вещи. Но при этом, ребят, много и позитива все-таки тоже замечаю. То есть глаза профессионального фотографа видят множество красок, множество людей. Всякие моменты действительно яркие, эмоциональные. Но при этом ржавые вот эти вот корыта, вот крепления, видите, они все ржавые. Здесь на людей все будет падать. В конце концов, может где-нибудь просто завалится и кого-нибудь нечаянно ударит. Там плитка отвалилась. Ну, то есть все настолько очевидно, все настолько просто, никто не старается придерживаться какого-то реально комфортного состояния для людей. Продают креветки, продают, как обычно, вареную кукурузу. Вот эти штуки с мороженым очень вкусные. Ну и здесь раньше был какой-то, по-моему, бар хорошо. Сейчас просто едовая фут-зона сделали. В принципе, неплохо. Игровая зона тоже для детей. Можно приехать и там футбол какой-то, там что-то еще. Надувные какие-то шарики и все такое. Ну и как видите. Ой, да ладно тебе, там ловят крабок. Подожди, подожди. Итак, здесь, насколько я знаю, сделали, видите, давным-давно, правда, это мероприятие происходит. Сделали вот такие вот спортивные строения. При этом по какой-то причине людей туда не пускают. Вот написано какой-то фестиваль, какой-то турнир, но при этом людей обычных туда не пускают. То есть обычный человек почему-то не может зайти и поиграть просто в футбол. На всяком случае с этой стороны все закрыто. Цепь, давайте я покажу. Ну это, конечно, непонятно для кого это сделано. И по какой причине здесь все это закрыто. Обратите внимание. Замок. Я в солидоле уже в каком-то. В общем, ужасно. Ну и давайте смотреть дальше. Кстати, хочу обратить внимание на столб. Во-первых, его состояние фонарей, да, самих плафонов. Ну и смотрите, что здесь. Не покрашено даже было. А хотя нет, возможно было покрашено, но это, видите, через пару лет оно рухнет. Ну и вот как сделана сама зона. То есть огорожена вот таким здоровенным бордюром. И уже не важно, что там. Не важно. Зачем благоустраивать? Люди не ради благоустройства сюда приходят. Ну и для концовочки хочу вам показать. Вот обратите внимание. Была бы здесь газонная трава, насколько было бы круто, правда? Конечно, за этим нужно ухаживать. Каждый день поливать, безусловно, но сделайте, извините. Вы же делаете все это за бюджетные деньги, за наши, за деньги налогоплательщиков. Делайте. Ну и последнее. Это совсем уже зона отчуждения, грубо говоря. Это вот такой пляж, на котором и я практически всегда купаюсь. То есть объезжаю вот там, проезжаю на своей машине вот здесь. Ставлю свой автомобиль и здесь уже купаюсь. Почему? Потому что не так много людей, нет болота вот этого. Как вы знаете, в Севастополе была найдена палочка холера или как он там называется. Вот. Это, конечно, совсем неприятно. А здесь чистая вода конкретно не мутится она, не болотится она за счет этих молов. Чистая вода с открытого моря. Очень классно. И, возможно, я когда-то вам покажу, как здесь нужно и можно плавать. Вода здесь чудесная, между прочим. Ну вот и все, ребят. Там какой-то недострой. Тут какая-то зона, то ли маяк, то ли что. Я даже лично не знаю. Ну что, друзья, давайте заканчивать. И так уже 30 минут мы ходим, смотрим, как выглядит Парк Победы и пляж Парка Победы. Давайте прощаться. Спасибо, что были. Спасибо, что посмотрели до конца. Я очень хочу, чтобы вы приехали в город Севастополь и тоже оставили какое-то свое мнение о городе. Очень хочется, чтобы вы высказали его не только в комментариях, но и каким-то образом донесли свою мысль до администрации города и выше. Для того, чтобы было что-то сделано для улучшения все-таки. Не просто отмыв и распил денег, а чтобы действительно все было очень круто по-европейски. А это сделать просто. На самом деле не хватает только газонной травы. Я сам занимался газонным рулоном, газонной травой. Я знаю, что это такое. И знаю, как преобразовывается картинка, когда просто-напросто вместо вот этой обычной травы положить газон. Газонную, живую, с дерном. Она будет расти. Это будет очень здорово, ребят. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.